Нюрнбергский процесс обладает репутацией события, которое расставило все точки над «и» в вопросах преступлений и нацизма. Однако это не совсем так. Конечно, значительную часть гитлеровских злодеяний в ходе суда удалось выявить и доказать. Однако многое осталось и непроясненным. Нельзя забывать, что Нюрнбергский процесс готовился в авральные сроки. На примере блокада Ленинграда, которую мы обсуждали в прошлой серии, хорошо видно, что ограничение на выводы судей накладывала также неполная доказательная база. Далеко не все изобличающие документы оказались в распоряжении обвинителей и были представлены миру в 1945-46 годах. Но даже те, что были, не всегда удавалось правильно осмыслить и поставить в точный контекст. Так обвинение не смогло приблизиться к полному восстановлению нацистских планов освоения восточных территорий в ходе войны с СССР, несмотря на то, что ключ к этой тайне дал один из ключевых свидетелей процесса. Речь идет об обергруппенфюрере СС, ближайшем с подвижники Генриха Гиммлера Эрихи фон Денбах Зелевском, допрос которого состоялся 7 января 1946 года. Эта важная фигура процесса станет героем сегодняшней серии цикла. Бахзелевский оказался едва ли не самым везучим палачом среди всех, кто подвязался на службе у Третьего Рейха. Несмотря на то, что руки его по локоть были в крови, перед международным трибуналом он предстал не как подсудимый, а как свидетель обвинения. Бахзелевский, наместник рейхсфюрера СС в Белоруссии и Центральной России, который методично уничтожал евреев и рьяно сжигал деревни со всем населением, немедленно по попадании в американский плен, согласился рассказать все, что интересует победителей. Его пощадили в обмен на откровенные показания против элиты нацистской Германии. Биография Бахзелевского очень характерна. Он происходил из обедневшей дворянской семьи с польскими корнями и традициями колониальной службы. Бах приходился племянником, командующему колониальными войсками в Восточной Африке Эмилию фон Зелевскому. Зелевский-старший был известен исключительной жестокостью и презрением к подчиненным народам. В танзанийском Пангане он однажды умудрился войти в мечеть в сопровождении своих собак, что вызвало волнение в этом важном портовом городе на берегу Индийского океана. В июле 1891 года офицер возглавил карательную операцию против народа Вахехи на территории современной Танзании. Бескомпромиссный командир применял тактику выжженной земли, уничтожая все на своем пути и физически истребляя африканских унтерменшей. Сгубило командующего банальное высокомерие и военная хитрость вождя Мквавы. Зелевский, отказавшись от проведения разведки, попал с тремя сотнями бойцов в засаду. Более трех тысяч воинов Вахехи, спрятавшиеся в кустах и высокой траве, внезапно напали на вражеский отряд. В так называемой битве при Ругара нашел свой конец и дядя будущего обергруппенфюрера. Таким образом, Эрих фон Денбах с детства знал, что за массовые убийства и политику выжженной земли может последовать расплата. Поэтому, попав в плен в 1945 году, он сразу же изъявил готовность сотрудничать. Геринг за это называл его «грязная предательская свинья», на что Бахзелевский мог бы ответить «зато живая». В 15-летнем возрасте юный Эрих вступил в германскую армию и хорошо воевал в Первую мировую. В том числе получил отравление газами. Как и многие будущие нацисты, он крайне болезненно воспринимал поражение Германии и всем сердцем ненавидел Версальский договор. В 1924 году он оставил официальную военную службу, но спустя шесть лет вступил в нацистскую партию и очень скоро в гвардию фюрера СС, где быстро проявил таланты организатора, создав партийные и эсэсовские ячейки в Ландсберге-Наварте. Тогда СС считались частью организации штурмовых отрядов СА и отвечали за безопасность непосредственно Гитлера. Но в этот момент между лидером НСДАП и главой штурмовиков Эрнстом Рёмом уже наметился конфликт. Генрих Гиммлер, наиболее активный и амбициозный человек в руководстве СС, подбивал Гитлера выделить его охрану в отдельную службу и открыто противопоставить ее боевикам Рёма. В этих условиях Гиммлер рассчитывал на самых верных своих сторонников, к числу которых принадлежал и Бах. После прихода нацистов к власти в феврале 1934 года волевой и безжалостный фронтовик возглавил СС в Восточной Пруссии. Вскоре Гиммлер совершенно секретно рассказал ему, что фюрер готовит разгром СА, а особо опасные штурмовики и сочувствующие им влиятельные лица должны быть уничтожены. Бахзелевский без раздумий поддержал Гитлера. 30 июня 1934 года он организовал молниеносный арест почти 100 членов СА в Восточной Пруссии. Правда, все они остались живы, зато в ходе ночи длинных ножей по приказу Зелевского был убит оберштормфюрер СС Антон Фрайхер фон Хогберг и Бухвальд. Этот знаменитый кавалерист, герой Первой мировой, подозревался в доносительстве. Ходили слухи, что армии он предан больше, чем охранным отрядам. Ну и кроме того, у Баха был личный конфликт с Хогбергом. Все это привело к расправе. ССовцы застрелили недруга своего шефа в его особняке. Любопытно, что за это убийство Бах и будет в конце концов осужден. Его преступления, совершенные на Восточном фронте в ходе Второй мировой, правосудие выведет за скобки. Во время ночи длинных ножей Бах хотел истребить и еще одного функционера, которого считал нелояльным Гитлеру и которого лично не переносил на дух. Парадоксальным образом речь идет о гауляйтере Восточной Пруссии Эрике Кохе, будущем в рекскомиссаре Украины, нацистском Сатрапе и Палаче, которого мы неоднократно упоминали в серии об Альфреде Розенберге. Однако Кох вовремя почуял, куда дует ветер и успел выехать из Кёнигсберга в Берлин, демонстрируя полнейшую лояльность Гитлеру. Это позволило Коху выжить, стать рекскомиссаром Украины и совершить многочисленные злодеяния в Советском Союзе. Кстати, в 1935 году хитрый Кох стал победителем в новый аппаратный расприз Бахом. Наши зрители помнят, что во время оккупации территории СССР этот своенравный персонаж удачно отбивал все попытки своего непосредственного шефа Розенберга избавиться от него. Он умело пользовался связями в верхах и ловко представлял свои поступки в выгодном свете. Подобные способности он демонстрировал и ранее, во время конфликта с влиятельным эсэсовцем, собравшим на него массу компромата. Однако Кох добился перевода своего недоброжелателя из Кенигсберга. Гитлер поддержал Гауляйтера, а эсэсовцы вынуждены были уступить. Бах получил назначение в Силезию. Однако эта фиаско не сильно поколебала его позиции, он по-прежнему пользовался доверием и уважением своего начальника Гиммлера. В 1940 году Бах совершил один из самых мрачных поступков в своей биографии, а именно санкционировал создание лагеря в недавно присоединенном к Силезии, польском городе Освенциме, переименованном Ваушвиц. Победа Германии над Польшей повлекла за собой масштабную репрессивную политику по отношению к коренному населению. Все польские тюрьмы были переполнены, и селезским эсэсовцам пришло в голову использовать в качестве дополнительного места заключения старый казарм австрийской армии в Освенциме. В июле 1940 года Бах осмотрел свое новое детище и остался им доволен. Конечно, тогда Аушвиц еще не был местом массового уничтожения, но решительный шаг в этом направлении уже был сделан. Особенную роль Бах должен был сыграть во время войны против Советского Союза. Гиммлер решил назначить его высшим фюрером СС на территории Белоруссии и Центральной России, где предстояло безжалостно подавить любое сопротивление, а также выполнить специальные задачи рейхсфюрера СС, которые возникнут в ходе умиротворения захваченных территорий. Под термином специальные задачи, как стало ясно позднее, понимался киноцид. Бах охотно взялся за дело. Первое массовое уничтожение, которым он руководил лично, произошло в Белостоке. Когда высший фюрер СС прибыл в город, подчиненные Гиммлера уже учинили жуткую расправу над местными евреями. 27 июня 309-й полицейский батальон загнал около 2000 евреев в городскую синагогу, заколотил двери и поджег. Практически все несчастные погибли в огне. Рейхсфюрер воспринял это как убедительное свидетельство того, что его подчиненные готовы к совершению массовых убийств и повелел Баху полностью очистить Белосток от евреев. Тот отдал приказ об аресте и расстреле всех еврейских мужчин от 17 до 60 лет, что и было проделано, но оставались старики, женщины и дети. 13 июля всех их вывезли за город, и Бах обратился к полицейским с речью, мотивируя их покончить с расовой и политическим неполноценным населением, которое всегда будет враждебно Великой Германии. Высший фюрер лично принял участие в расстреле, подавая пример подчиненным. После этого казни стали совершаться по всей захваченной территории Белоруссии. В конце июля Бахзелевский курировал операцию «Припятские болота», которую проводили уже не полицейские, а войска СС. В рамках этой акции нацисты собирались зачистить все нелояльное немцам население Припятского района на территории Брестской, Пинской, Полесской и Минской областей. Эта операция по-своему примечательна, так как она носила одновременно и антиеврейский, и антирусский характер. В ходе нее евреи и условно подозрительные славяне уничтожались параллельно, и среди жертв становилось все больше женщин и детей. Впоследствии после разгрома 2-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской бригады СС был найден приказ Гиммлера штурмбанфюреру Францу Магелю. Все евреи должны быть расстреляны, еврейских женщин надо загонять в болото. Относительно славянского население Гиммлер дал специальное распоряжение в приказе от 28 июля 1941 года. Мы должны четко понимать, что деревни в болотистых областях являются либо опорными пунктами для нас, либо опорными пунктами для противника. Опорными пунктами для нас они могут быть только в том случае, если их население состоит не из преступников, а, рассматривая с национальной точки зрения, из украинского или другого национального меньшинства, настроенного хорошо по отношению к нам и враждебно по отношению к русским или полякам. Если население, рассматривая с национальной точки зрения, враждебно, расово и человечески неполноценно или вообще, как это часто бывает в болотистых областях, состоит из выселенных туда преступников, то все, кого можно заподозрить в поддержке партизан, должны быть расстреляны. Женщины и дети вывезены, скотину и продовольствие конфисковывать и доставлять в безопасное место. Деревни сжигать дотла. Текст приказа крайне характерен. Преступникам здесь противопоставлены не законопослушные граждане, а представители национальных меньшинств, настроенные отрицательно по отношению к русским или полякам. Понятно, что русские или поляки вряд ли могут быть враждебны самим себе. Таким образом, формулировки Гиммлера намекали на толкование, открывающее широкие возможности для уничтожения людей, принадлежавших к этим двум национальностям. Как проходила эта операция, историку Алексею Литвину рассказали выжившие очевидцы. Жители уничтоженной деревни Черничи под Гомелем сообщили, 22-23 августа 1941 года кавалеристы СС сожгли деревню. Расстреляли 20 мужчин, в том числе советских активистов. Двоим раненым удалось уцелеть. Дмитрий Маркевич умер после войны, Савчин умер от ран в Столине. В это время через деревню немцы прогнали группу евреев, которых утопили в болоте Ковена за деревней, а также в урочище Верок. На второй день оставшихся в живых жителей собрали вновь. Их построили возле кладбища, рядом с клубом. Франя Стаховская решила, что людей будут расстреливать. Она выбежала и начала что-то громко говорить по-немецки с офицером. Она сама немка. В Первую мировую войну вышла замуж за жителей деревни Петра Стаховского, который был в плену в Германии. В 20-е годы приехали с детьми и жили в деревне Черниче. Немцы ее послушались и не стали больше расстреливать. В соседней деревне Кремно фольксдойче, способной поручиться за земляков, не оказалось. И там эсэсовцы убивали всех, кто попадался на пути. На моих глазах убили отца. Я бежал без оглядки и успел спрятаться в кустах. Деревню сожгли. Осталось несколько домов. Так рассказал чудом спасшийся тогда опитатель Кремно Кременский. Согласно отчету, в ходе операции под командованием Бахзелевского было уничтожено 13 778 человек. Причем Гиммлер постоянно подгонял Баха. Необходимо действовать радикально. 14 августа Гиммлер и Бах встретились в Минске. В сопровождении главы Айнзацгруппы Б Артура Небя они посетили показательную казнь ста военнопленных евреев. После расправы высший фюрер эсэс сказал своему шефу, что люди сходят с ума от такой чудовищной работы. Благоразумный Небя предложил использовать опыт, приобретенный во время реализации программы Т-4, тайного истребления немецких душевно и неизлечимо больных, которых убивали в газовых камерах, замаскированных под душевые. Гиммлер пообещал организовать уничтожение газом, но приказал Баху пока, что действовать по-старому. И Бах продолжил. Этот человек был одним из моторов уничтожения. Он не только отдавал приказы, но и лично контролировал расстрелы. И это стало сказываться на психике даже такого заслуженного нациста, как Бах. В конце января 1942 года здоровье гиммлеровского наместника подорвалось, и его срочно вывезли в Берлин на лечение. К этому моменту у высшего фюрера был уже целый букет болезней. Накачанный лекарствами он начал испытывать галлюцинации, видя призраки убитых им или при его участии. Тяжелые страдания ему, по-видимому, причиняло и то, что он оказался вовсе не сверхчеловеком, каким мнил себя ранее. Его поведение в этот период отличалось подавленностью и даже иногда перерастало в истерике. Но Гиммлер тоже не был настроен бесконечно входить в положение больного Баха, грозившего не оправдать надежд. В конечном итоге Рейхсфюрер СС лично встретился со своим подчиненным, с порога отмел его робкие предложения изменить политику на Востоке и жестко намекнул, что те, кто не исполняет приказов фюрера, могут плохо кончить. В результате Бах заверил шефа, что немного отдохнув, он возобновит службу со всем усердием. Так и произошло. Летом 1942 года Бах вернулся на свой пост и с головой окунулся в борьбу против белорусских партизан. Эта борьба имела мало общего с непосредственно военными действиями. Ее идеология несла на себе отпечаток гиммлеровских установок, согласно которым единственное значительное достоинство противника – это его запредельная численность. Поэтому нацистская стратегия победы в войне на Востоке, согласно Рейхсфюреру СС, заключалась в том, чтобы лишить врага человеческого ресурса, либо угнать его для работы на Великую Германию, либо уничтожить. При любом ином варианте мирные жители сохранят возможность вольно или невольно помогать партизанам. А если территория вдруг возвратится под контроль Красной Армии, то любой гражданский так или иначе, став бойцом Красной Армии, встав к станку или любым другим способом, усилит боеспособность СССР. Отсюда развитие практики уничтожения, которые на месте Рьяна проводил Бах. 15 июня 1942 года он отправил своих бойцов уничтожить крупную белорусскую деревню Барки. В ходе операции батальон СС Дирливангер, возглавляемый откровенным маньяком Оскаром Дирливангером, убил 2027 гражданских лиц. В последующие дни истребление продолжилось. Его масштабы обеспокоили даже командующего тылом группы армий Центр Макса фон Шенкендорфа. Подчиненные Дирливангера были особым подразделением, натасканным на убийство. Изначально в его батальон набирали браконьеров, которые якобы должны были утолить свою страсть к охоте в борьбе с партизанами. На самом же деле, соединение очень быстро наполнилось преступниками разного рода, включая воров-рецидивистов и убийц. Ярким примером может служить Калистрас Тилики, который в 1930 году жестоко убил свою мать, нанеся ей 17 ножевых ранений. Это громкое дело, потрясшее всю Германию, вел тогда Артур Небе. Именно он позже способствовал отправке Тилики на восток в распоряжении Баха и Дирливангера. Кстати, не менее 10 уголовных дел заводилось и на самого командира батальона. Еще до войны Дирливангер находился под судом за связь с 13-летней девочкой. Его сексуальные преступления составляют отдельную трагедию войны на востоке. В Люблине Дирливангер приказал арестовать 12 польских евреек, которых заставил раздеться и танцевать перед ним. Потом избивал их кнутом и в конце концов ввел им инъекции из трехнина, чтобы наслаждаться предсмертными муками. Похожие вещи творил он и в СССР, покрывая своеобразную торговлю захваченными русскими женщинами. Сохранилась его радиограмма. Отто захватил необходимых русских. В понедельник они будут доставлены. Цена за русскую, как и в лесах возле озера Палик. Оберштурмфюрер Ингрубер установил цену за русскую две бутылки шнапса. Вот с таким контингентом Бахзилевский успешно выполнял поручения рексфюрера СС. Вскоре обергруппенфюрер возглавил всю борьбу с партизанами на Востоке. Он пытался комбинировать действия, чтобы снизить растущее сопротивление. Генерал терроризировал семьи партизан, но при этом старался опираться на антисоветски настроенное население. Однако пропагандистские посулы нацистов не были подкреплены ничем, а эсэсовское насилие вкупе с успехами Красной Армии только разжигало антифашистскую борьбу. Кроме того, оккупанты не имели достаточно сил для того, чтобы контролировать каждый населенный пункт, и в конечном итоге надежный результат давала только политика мертвых зон, и Бахзилевский все чаще прибегал именно к ней. Вряд ли он запомнил название Хатынь, хотя эту белорусскую деревню сожгли люди Дерлевангера из числа украинских коллаборационистов. На оккупированных территориях таких Хатыней были тысячи. Относительно действий эсэсовского генерала в Белоруссии любопытные показания дал начальник его штаба, генерал-майор эсэс Эбергард Герв, попавший в советский плен. Обергруппенфюрер Бах начал организовывать экспедицию под названием Герман для борьбы с партизанами. Для этой операции были собраны огромные силы, руководили операцией Готберг и Екель. Количество пленных, указанных в отчете об этой операции, было неправильно. Называли количество взятых в плен партизан, но количество трофейного оружия с ним совершенно не совпадало. Была очень большая разница. Очевидно, что в это число входило и мирное население. Я лично докладывал Гиммлеру о ходе этой операции. В сводках в графу «убито партизан» включалось все еврейское население, расстрелянные женщины и дети. Все причислялось в эту рубрику. Я обратил внимание Гиммлера на этот пункт, но он на меня рассердился и сказал, чтобы в дальнейшем яродировал ему в том же духе. В 1944 году Красная Армия разгромила группу Армий Центр и освободила Белоруссию. Но для Баха нашлось новое дело. Он кроваво подавил Варшавское восстание, где опять же особо отличились Оскар Дерливангер и его банда. Другие подчиненные Баха, русские коллаборационисты Пронеслава Каминского, продемонстрировали явные признаки одичания и откровенно плевали даже на приказы самого обергруппенфюрера. Сбешенный Бах приказал арестовать Каминского, после чего бывший глава марионеточного локотского самоуправления был расстрелян. Тем не менее, восстание было утоплено в крови. За это Гитлер наградил генерала рыцарским крестом Железного креста, и все же это было начало конца. Когда Третий Рейх окончательно пал под ударами антигитлеровской коалиции, Бах поспешил в американскую зону оккупации. По понятным причинам, он панически боялся оказаться в руках Красной армии. Бах пытался покинуть страну, но 8 августа 1945 года вынужденно сдался в плен союзникам. Его готовность сотрудничать оценили по достоинству. 2 сентября 1945 года Баха перевели в Нюрнбергскую тюрьму, и началась его подготовка к Нюрнбергскому процессу, где ему предстояло выступить в качестве свидетеля обвинения. Выдачи генерала активно требовали поляки, но американская сторона оказалась непреклонна. Бах остался у нее. К выступлению на процессе бывшего гиммлеровского фаворита готовили американцы. По замыслу обвинителя Телфорда Тейлора, его показания должны были торпедировать планы защиты, представить вермахт чистым и непричастным к военным преступлениям. Но свидетельства обергруппенфюрера оказались интересны с разных точек зрения. Его сенсационный допрос состоялся 7 января 1946 года. Тейлор. В какой пропорции применялись для борьбы с партизанами войска вермахта по сравнению с применением полицейских частей и частей СС? Бахзелевский. Так как число полицейских соединений и соединений войск СС было очень незначительно, то основные действия против партизан осуществлялись главным образом подразделениями вооруженных сил. Тейлор. Подразделения для борьбы с партизанами обычно действовали под командой офицеров вермахта или офицеров СС. Бахзелевский. Это делалось различным образом. Во-первых, это зависело от района. В районах военных действий, как правило, командование осуществляли представители вооруженных сил. Однако действовало распоряжение о том, что операциями руководили те, кто поставлял большее количество войск для выполнения этого задания, будь то воинские части, части СС или полиция. Тейлор. Скажите, высшие военные руководители издавали инструкции о том, что операции против партизан должны проводиться жестоко и безжалостно? Бахзелевский. Да. Тейлор. Скажите, высшие военные руководители издавали какие-либо инструкции о методах, которые должны были применяться в борьбе против партизан? Бахзелевский. Нет. Тейлор. Каков был результат того, что поступившие сверху на оккупированные территории инструкции были недостаточно подробны и детальны? Бахзелевский. В результате такого упущения в борьбе против партизан господствовала полная анархия? Тейлор. Каково ваше мнение? Были ли меры, принимавшиеся в борьбе с партизанскими действиями, более жестокими, чем того требовали обстоятельства? Бахзелевский. Так как не существовало никаких приказов по этому вопросу, и младшие командиры должны были действовать самостоятельно, исход этих мероприятий был различным и зависел от характера самого командира, а также от качества войсковой части, выполнявшей эти мероприятия? Я считаю, что эти мероприятия часто не только противоречили здравому смыслу, но и в большинстве своем не отвечали цели. Здесь Бах некоторым образом слукавил. Действительно, каких-то подробных письменных инструкций, детально предписывающих уничтожать население, не существовало. Но и сам обергруппенфюрер и другие заинтересованные лица получали от Гиммлера и Гитлера устные установки, которыми следовало доносить до исполнителей. Следы этих установок сохранились в записанных речах рейсфюрера СС. Немецкий народ, единственный, который может отбить, победить, и, можете спокойно использовать это слово, истребить. Массово истребить этих русских до последней горстки. И мы сделаем это. Они истекают кровью, конечно, медленно, но верно. Они уже ставят русских женщин за пушки и пулеметы. Однажды и у огромного народа заканчиваются резервы. Мы приблизимся к этому моменту в следующем году. Здесь, в этой войне на Востоке, разворачивается борьба на уничтожение. Борьба на уничтожение между двумя расами. В этой борьбе на уничтожение есть только азиатские правила, а именно будет истреблена и уничтожена мужская сила либо одной расы, либо другой. Каждый раз, когда я был вынужден действовать против партизаны еврейских комиссаров в деревне, я говорю об этом здесь, в нашем кругу, ибо это и предназначено для нашего круга, я принципиально отдавал приказ также убивать женщин и детей этих партизан и комиссаров. Я стал бы трусом, я стал бы преступником перед нашими потомками и их потомками, если бы позволил повзрослеть исполненным ненависти к нам, сыновьям унтерменшей, которых мы уничтожили в борьбе человека и недочеловека. Поверьте мне, это не всегда легко. Отдать и выполнить подобный приказ ни в коем случае не так же легко, как последовательно обдумать и упомянуть его, произнося речь в каком-нибудь зале. Но, я думаю, мы должны отчетливо понимать, насколько примитивна, первобытна, естественно та расовая борьба, которую мы ведем. Я думаю, мы должны быть достаточно смелыми перед самими собой и нашими потомками, чтобы учитывать законы этого изначального естественного отбора и жить по ним. Им, русским, пришлось чудовищно сильно мобилизовать свой народ. Я считаю, что мы должны подходить к ведению этой войны и нашего похода на восток следующим образом. Как мы лишим русских наибольшего количества людей, живых или мертвых? Мы делаем это, убивая их, беря их в плен и заставляя работать, стараясь полностью заполучить свою власть области, которой мы занимаем, и оставляя области, которые мы покидаем, полностью безлюдными. Если мы, и я убежден этом, будем в целом вести войну последовательно проводя линию на уничтожение людей, то лично я не сомневаюсь, что еще в течение этого года и следующей зимы русские будут обескровлены. Как давались эти установки Гиммлером на суде в Минске рассказал уже упоминавшийся выше заместитель Баха генерал Эбергард Герв. Я лично доносил Гиммлеру о результатах операции Герман, а также говорил с Гиммлером и по вопросам уничтожения населения. Он требовал использовать систему, описанную в книге о Чингисхане. Вопрос. Когда у вас происходил такой разговор? Ответ. В июле 43 года, когда я находился в штабе Баха, эту книгу о Чингисхане Гиммлер дарил высшим фюрерам СС и полиции. Вопрос. Вы сами читали эту книгу? Герв. Да. Вопрос. Что именно говорил вам Гиммлер? Гиммлер рекомендовал придерживаться методов Чингисхана. Вопрос. Действовать так же варварски, как при татарском нашествии? Герв. Так прямо, конечно, Гиммлер не сказал, но было понятно из его слов, что надо действовать так же. Неудивительно, что при таких установках итоговый результат оказался чудовищным. В центре внимания советского обвинения оказался батальон Дерливангера. Покровский. Известно ли вам что-нибудь относительно существования особой бригады, которая была сформирована из бывших контрабандистов и освобожденных из тюрем браконьеров? Бахзелевский. После ухода всех действительно способных вести борьбу с партизанами частей в конце 41-го, начале 42-го года в группе армий центр использовался батальон под командованием Дерливангера из числа тех частей, которые считались пригодными для борьбы с партизанами. Он был впоследствии усилен до полка, затем это была уже бригада. Эта бригада Дерливангера состояла в основном из преступников, имевших судимости. А официально это были так называемые воришки, но среди этих людей были и настоящие уголовники, которые были арестованы за кражу со взломом, убийством и так далее. Покровский. Чем вы объясните, что командование германской армии так охотно усиливало и увеличивало размеры частей, сформированных из уголовных преступников, и направляло их именно на борьбу с партизанами? Бахзелевский. Я считаю, здесь имеется очень тесная связь с речью Генриха Гиммлера в замке Вивельсбург еще до начала похода на Россию. Гиммлер говорил тогда, что целью похода на Россию является сокращение числа славян на 30 миллионов человек, и что в этой области следовало использовать именно такие неполноценные войска. Покровский. Правильно ли я вас понял, что сам характер людских контингентов, которые командование бросало против партизан, уже заранее и обдуманно определял характер действий этих войск против населения, против партизан. Я имею в виду прямое истребление населения. Бахзелевский. Да, я считаю, что при выборе командиров и определенного состава команд имелась в виду именно эта цель. Так Мер впервые услышал о нацистском плане истребить в ходе войны на Востоке 30 миллионов жителей Советского Союза. Это заявление произвело сенсацию и вызвало целый ряд вопросов к свидетелю. Покровский. Вы показывали, что немцы имели в виду истребить славянское население с тем, чтобы сократить число славян до 30 миллионов человек. Откуда вам была известна эта цифра и эта установка? Бахзелевский. Я позволю себе исправить ошибку. Здесь речь шла о сокращении не до 30 миллионов, а на 30 миллионов. Эта цифра была названа Гиммлером в его речи в Вивельсбурге. Покровский. Подтверждаете ли вы, что вся практическая деятельность немецких властей, немецких воинских соединений в борьбе с партизанами, была направлена на выполнение этой директивы сократить число славян на 30 миллионов человек? Бахзелевский. Я считаю, что эти методы действительно привели бы к истреблению 30 миллионов, если бы они продолжали применяться и если бы ситуация не изменилась в результате развития событий. К сожалению, на этом Покровский закончил свой допрос. Уточнить некоторые детали информации о совещании в Вивельсбурге попытались защитники подсудимых. Так, адвоката генерала Йо для Франца Экснера интересовала, может ли свидетель рассказать о письменных приказах, нацеленных на уничтожение славян. Я уже ответил на этот вопрос, ответил Бах. Такого письменного приказа не было. Вместе с тем, он подтвердил Экснеру, что истребление соответствовало политической воле гитлеровских верхов. Вопрос, почему предложение прекратить массовые убийства, поступавшие с мест, не находили поддержки в Берлине, Бах заявил. Очевидно, потому что это было нежелательно. О том, кто присутствовал на совещании в Вивельсбурге, свидетель ответил, что это были 12 группенфюреров СС, и он готов назвать их фамилии. Поразительно, что Экснера это не заинтересовало, и он удовлетворился заявлением, что представителей армии там не было. Персональный состав Вивельсбургского совещания не захотели узнать ни прокуроры, ни судей, и, на наш взгляд, это была одна из главных ошибок Нюрнбергского процесса. Острые вопросы Баху задал адвокат Розенберга Альфред Тома. Господин свидетель, если я вас правильно понял, вы осуждали такой метод борьбы с партизанами, при котором погибло много неповинных людей. А потому не следовали указаниям Рексфюрера СС Гиммлера. Бахзилевский. Да, Тома, как же вы могли совместить со своей совестью свой пост в качестве начальника и инспектора по вопросам борьбы против партизан на Востоке? Как вы могли осуществлять эти функции, осуждая методы борьбы против партизан? Бахзилевский. Я не только совмещал это со своими представлениями о совести, но я даже сам стремился получить этот пост, так как именно в 41-42 годах вместе с Шенкендорфом я видел, что так дело не может продолжаться. И генерал фон Шенкендорф, мой непосредственный начальник, как раз и выдвинул меня на эту должность. Тома. Но вы же знали, что все эти предложения, которые делал Шенкендорф, ни к чему не приведут? Бахзилевский. Видите ли, то, что я говорил сейчас, этого я не мог знать? Этого я не предвидел? Тома. Но, во всяком случае, вы ничего не достигли? Бахзилевский. Я считаю, что если бы вместо меня кто-нибудь другой занимал этот пост, было бы еще больше горе. Тома. Считаете ли вы, что речь Гиммлера, в которой он потребовал уничтожения 30 миллионов славян, отражала его личное мировоззрение, или это мировоззрение, по вашему мнению, являлось вообще национал-социалистическим? Бахзилевский. Сегодня я считаю, что это явилось логическим следствием всего нашего национал-социалистического мировоззрения? Тома. Сегодня? Бахзилевский. Сегодня? Тома. А какое мнение у вас было в то время? Бахзилевский. Тяжело прийти немцу к такому заключению. Мне много потребовалось для этого. Тома. Господин свидетель, как могло случиться, что несколько дней тому назад здесь выступал свидетель Алендорф, который, давая показания, признал, что он санзацгруппы уничтожил 90 тысяч человек, но сказал, что это не соответствует национал-социалистической идеологии. Бахзилевский. Но у меня другое мнение по этому поводу. Если десятилетиями проповедуют, что славяне – это низшая раса, что евреи вообще не люди, не минуем именно такой результат. Показания Баха вызвали бурю на скамье подсудимых. Представители Верховного командования Кейтель и Йодель прекрасно помнили, что в 1942 году Гитлер лично похвалил обергруппенфюрера в их присутствии. Причем похвалил как старого партийного товарища. По словам фюрера, он поручал Баху особо важные дела еще в те времена, когда нацисты были не у власти, и тот всегда успешно с ними справлялся. Настоящая истерика началась у Геринга, который кричал, что Бах был самым кровавым убийцей в эсэсовской шайке, подсудимый Ганс Фрича вспоминал. В конце допроса произошел первый серьезный инцидент на процессе. Свидетеля провели через половину зала, центральные двери, и ему пришлось пройти мимо угла скамьи подсудимых, на которой сидел Геринг. Когда Бах прошел это место, Рекс-маршал выпрямился и сказал «Свинья». Он говорил спокойно и невозбужденно, но так громко, что его слышал весь зал. У проходившего кровь прилила к лицу, нога подкосилась, но он не повернул головы и молча ушел. Бах терпел все унижения, только бы уйти от ответственности. С одной стороны, он истово каялся, а с другой пытался всячески представить себя не так уж и виновным в злодеяниях нацизма. Он постоянно упирал на то, что находился в оппозиции Гиммлеру и протестовал против чудовищных мер, применяемых к мирному населению. В 41 году во время операции в Припяти он якобы спас чуть ли не 10 тысяч евреев, позволив им выйти через лесные болота Красной Армии, а позже, став главой штаба по борьбе с партизанами, только планировал операции, а осуществлять их приходилось другим. Сам он опять же протестовал против массовых убийств, а свой пост не покидал только потому, что без него все было бы еще хуже. В самооправдательном раже Бах даже вспомнил про своих еврейских родственников. Две его сестры вышли замуж за евреев, причем одна за известного скрипача Овсея Швифа. При нацистах Бах порвал с ними всякие отношения. Его родственники в 30-е годы были подвергнуты унижением и бежали из Германии в Бразилию. Обергруппенфюрер поставил на них крест, но после войны он использовал факт родства с евреями, чтобы представить себя юдафилом. Онде никогда не сочувствовал безумной политике Гитлера и даже однажды приглашал своих еврейских детьев на обед. В конце концов, подобная изворотливость сохранила Баху жизнь. Его делом занималась комиссия по доносификации. В результате эсэсовцев приговорили к 10 годам общественных работ, 5 из которых ему зачли сразу, поскольку с 45 по 49 он находился в нюрнбергской тюрьме. Ну а остальные 5 Бах не отбыл. «Если вы хотите, чтобы я что-то делал, вам придется меня заставить, сам я не пойду», сказал бывший генерал. Баха оставили в покое, что вполне входило в его планы. Естественно, бывший высокий чин эсэс и полиции не был окружен почетом и работал в Нюрнберге обычным ночным сторожем. И все же он жил. Так незаметно Бах дотянул до 1958 года, когда его арестовали по обвинению в убийстве Антона фон Хохберга в далеком 1934. Арестованный исполнитель убийства эсэсовец Пауль Цумах признался, что выполнял приказ начальника. Бах признал свою вину и был осужден к 4,5 годам тюрьмы. В 1962 его осудили повторно за убийство шести коммунистов еще в 1933. Спустя 10 лет Бах скончался в тюремной больнице Мюнхена. Ни в одном приговоре никогда не звучало ни слова о его роли в уничтожении славянского или еврейского населения. Однако показания обергруппенфюрера о планах Гиммлера сократить количество славян на 30 миллионов продолжали будоражить умы. Еще в Нюрнберге обвинители пытались добиться подтверждения этой сенсационной информации от главного нациста, сидевшего на Нюрнбергской скамье подсудимых, Германа Геринга, бывшего преемника фюрера, руководителя военной экономики и Люфтваффе. Тут, однако, не собирался ни в чем признаваться. Когда Роман Андреевич Руденко завел разговор на эту тему, нацист, образно говоря, развел руками. Об истреблении славян говорил Гиммлер, а не он. Руденко указал на то, что в нацистской Германии имелся единый руководящий центр, Гитлер и его ближайшее окружение, в том числе правая рука фюрера Геринг. Мог ли Гиммлер самостоятельно давать указания об уничтожении славян, не имея санкции фюрера или его заместителя? Роман Андреевич ставил вопросы остро и в целом верно. Однако в распоряжении советского обвинителя было не так много показаний или документов, подтверждавших план истребления. Это позволило Герингу постоянно твердить одно и то же. Нет, не знаю, мне ничего не известно о таком указании или распоряжении. Тогда в Нюрнберге Рекс-Маршалу удалось уйти от этой опасной для него темы. Накопленных доказательств с лихвой хватило, чтобы приговорить Геринга к петле как военного преступника, но геноцид советского народа, массовое уничтожение, умышленное заблаговременно, не был расследован до конца. Печально, что обвинение не задалось вопросом, почему в речи Гиммлера фигурировали именно 30 миллионов славян. Почему не 10, не 50, не 70? Это соображение уже в 46 году могло бы привести следователей к ответу на этот вопрос. Но, увы, этого не произошло. Впрочем, осуждать Руденко и других советских прокуроров, конечно, не стоит. Процесс над нацистами готовился в кратчайшие сроки, а преступления их были столь многочисленны, что на многое просто не хватило сил и времени. Однако, это позволило в дальнейшем спекулировать на теме показаний Баха. Особую роль сыграл здесь счастливчик Ганс Фричи, ближайший сотрудник Геббельса, которого в Нюрнберге посадили на скамью подсудимых вместо знаменитого шефа, но который и близко не обладал влиянием и осведомленностью покойного начальника. В итоге Фричи был оправдан, поскольку его сочли всего лишь рупором и смог в дальнейшем рассказывать о Третьем Рейхе в умеренно апологетических тонах. Свидетельство Баха он толковал таким образом, что Гиммлер всего лишь гипотетически оценил будущие потери от тяжелой и кровавой войны с обеих сторон. Я буквально увидел, как под оптикой предвзятого обвинения, прогнозы, сделанные Гиммлером, 30 миллионов предполагаемых им жертв войны превратились в жертвы преднамеренного убийства. Бах не был человеком, способным противостоять этому, потому что его мнение было воском, на котором ранее свою печать ставили нацисты, а теперь ее поставило обвинение, сформировав его окончательные взгляды. В ФРГ у Фричи никто не спросил, как Гиммлер мог прийти к выводу относительно таких чудовищных жертв войны, серьезно превосходящих совокупные потери всех стран в Первой мировой, если план Барбаросса предполагал разгром Советского Союза за 5-6 месяцев в формате Блицкрига. Справедливости ради скажем, что в Советском Союзе о показаниях Баха писали не лучше. Вместо того, чтобы вести исследования по проверке достоверности свидетельства Беркульпенфюрера, у нас шли на такие же пропагандистские подлоги. Так Аркадий Полторак в своей книге Нюрнбергский эпилог, справедливо критикуя Фричи, сообщил читателям, что слова Баха якобы подтвердил и Геринг, заявивший, Гиммлер произнес речь в том духе, что 30 миллионов русских должны быть истреблены. На самом деле, слова Геринга носили прямо противоположный смысл. Когда Руденко спросил его о показаниях Баха про приказ Гиммлера сократить славянское население на 30 миллионов, Рейхсмаршал ответил, что это был не приказ, это была всего лишь речь. Сам Геринг ее не слышал и слышать не мог, поскольку не присутствовала на совещании в Вивельсбурге. Бах, между тем, не отказывался от своих показаний. В 1964 году на процессе начальника личного штаба Гиммлера Карла Вольфа он не только подтвердил, но и развил сюжет о речи Гиммлера в Вивельсбурге. Бах припомнил, что Гиммлер говорил тогда приближенным «Жребий брошен, мы идем против России». Речь идет о вопросе выживания, поэтому нам предстоит неумолимо жестокая борьба, в ходе которой в результате военных действий и трудностей с питанием погибнут от 20 до 30 миллионов славян и евреев. Все это вполне соотносилось с другими независимыми источниками, свидетельствовавшими о намерении Гиммлера совершить геноцид. Так, по словам генерал-полковника Фердинанда фон Шорнера, незадолго до вторжения Германии в СССР, рейхсфюрер прибыл в покоренной Афины и во время обеда с офицерами оккупационной армии публично заявил, что вскоре предстоит большая война на Востоке, целью которой является вытеснение славян из восточного пространства и колонизация славянских земель немцами. При этом он ориентировал на физическое истребление русских в случае оказания ими сопротивления во время вторжения немцев в пределы России. Представить, что русские сдадут европейскую часть СССР вообще без борьбы невозможно, поэтому оговорку о геноциде как реакции на сопротивление следует считать обычной нацистской демагогией. В связи с этим стоит также напомнить откровенное выступление Гиммлера в Штеттине в июле 1941 года, где он в своей ксенофобской манере назвал жителей СССР смесью рас и народов, чьи имена непроизносимы и чей внешний вид таков, что их можно просто перестрелять без всякой пощады и милосердия. Но между тем умысел нацистов уменьшить советское население на 30 миллионов стал прослеживаться и по другим источникам, независимым от показаний Баха. Они всплывали в разное время, в разных странах, с разными политическими режимами. Уже в 1946 году были опубликованы записи министра иностранных дел Италии графа Голиа Цичана. Согласно его заметкам, Геринг, так ловко изображавший перед высоким судом полное неведение, сказал дипломату союзной державы 25 ноября 1941 года. В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может быть даже хорошо, что так произойдет, ведь некоторые народы нужно сокращать. Таким образом и Гиммлер, и Геринг независимо друг от друга называли практически одно и то же число жителей оккупированных советских территорий, которые должны были умереть. Такое единомыслие, очевидно, не могло быть случайным. То, что план уничтожить 30 миллионов жителей СССР существовал, подтверждает и другое свидетельство, которое мы уже цитировали в прошлой серии о судьбе Ленинграда. Это рассказ Рудольфа Кристофа фон Герсдорфа, начальника разведки группы армии «Центр» и близкого сотрудника фельдмаршала Федора фон Бока. Согласно ему, в июле 1941 года в штаб группы армии приехал на переговоры командир передовой команды «Москва» из АНЗАС группы «Б». Эту должность тогда занимал эсэсовец Франц Зикс. Так вот он заявил, что примерно 30 миллионов русских планируют истребить с помощью голода, удалив все продукты питания с огромной территории. Крупные города, включая Москву и Ленинград, сравняют с землей. А ответственность за исполнение этих мер будет нести высший фюрер СС Фонденбах Зелевский. Про особую роль Бах Зелевского в исполнении злодейских замыслов важное свидетельство дал на допросе в Риге в 1946 году руководитель СС и полиции в Рейхскомисриате Остланд Фридрих Екель. Герф сказал мне со слов фонденбаха, что фонденбах получил от Гиммлера приказание уничтожить 20 миллионов человек на территории Белоруссии и других областей к востоку от нее по ходу продвижения немецкой армии. Ну и наконец есть свидетельство самого Эбергарда Герфа. Это очень важный факт, который был неизвестен даже такому скрупулезному исследователю нацистско-истребительной политики в Белоруссии, как Кристиан Герлах, который впервые сопоставляется с другими сведениями о нацистских планах геноцида. По словам Герфа, о приказе Гиммлера истребить 20 миллионов он первоначально узнал от главы генерального округа Белоруссии Вильгельма Кубе, которому Бах сообщил это в доверительном разговоре. Потом информацию подтвердил и сам получатель директивы, который теперь возглавлял антипартизанскую борьбу на всей оккупированной территории. Бах говорил, что необходимо уничтожить не 20, а больше 30 миллионов, рассказал Герф. Все эти данные позволяют по-новому взглянуть на показания Баха в Нюрнберге. Он потому так хорошо и запомнил речь Гиммлера, что она содержала персональную директиву ему как высшему фюреру СС и полиции в Центральной России. Есть ли документ, свидетельствующий о существовании такого плана? Ответить на этот вопрос мы можем утвердительно. Более того, он был уже в распоряжении обвинения в Нюрнберге, однако, к сожалению, тогда не удалось сопоставить все имеющиеся свидетельства и план геноцида советского народа. Долгое время оставался неизвестным, что это за документ и каков был план, мы поговорим в следующей серии проекта Долгое Нюрнберг. Оставайтесь с нами.